Разведывательная деятельность, поиск складов, вооружений, вооруженных мятежников, уничтожение, вызывали огонь на себя, ждали подкрепления. Ворошили этот муравейник, завязывали бой, а потом уже вызывали и авиацию, и артиллерию. Так, соответственно, и прошла свой выбор. Роберт Лавров попал в Афганистан в декабре 1979 года. Именно его подразделение первым ступило на афганскую землю. Дошло до Кабула, заняв позиции возле дворца Амин. Один из самых ожесточенных боев происходил в Баграме, зоне, куда и выдвинулись разведчики. В отряд брали лишь добровольно из-за сложности и опасности выполняемой операции. Больше всего, что, как говорится, запомнилось тогда, в тот момент, когда старшина нашей роты, мы еще тогда друг друга не знали, он сказал, ребята, если хотите вернуться домой, как действительно мужики, с наградами, с боевыми, прямой путь в разведку. Ну и как бы вот, что у нас в нашем подразделении все 100% награжденные. Однако вернулись не все. В живых разведчиков осталось единицы. Для Роберта Лаврова служба в Афганистане закончилась 14 февраля 1985 года. Для него это второй день рождения. Сейчас ветераны стараются держаться вместе. Не зря вот это слово дано нам, воины-интернационалисты, это до сих пор в наших сердцах и в душах. И благодаря этому то, чего мы прошли, конечно, горе и печаль видели, но благодаря этому у нас сплоченность еще стала сильнее. И до сих пор мы вместе встречаемся, общаемся, дорожим друг за другом, поддерживаем и в гости ходим. Роберт Лавров признался, побывав на войне, по-особенному начинаешь ценить время, проведенное семьей. И сегодня он старается как можно больше внимания уделять близким. Однако всегда находит время, чтобы зайти в штаб, пообщаться с боевыми товарищами. Здесь на полках хранятся военные фотографии и тактические карты, привезенные из Афганистана. О времени, выпавшем на их долю, в 80-х годах ветераны рассказывают и подрастающему поколению. Проводят классные часы и встречаются с юными кадетами, чтобы не был забыт их подвиг и жертва павших сослуживцев. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.